Помнишь ли ты твой момент, когда ты впервые пришла в координационный центр? Я помню очень хорошо, да. Это был февраль 2010 года. И по уставу координационного центра кандидат на должность заместителя директора утверждается советом КЦ. Поэтому меня привели на заседание совета координационного центра. И надо было над людям очень уважаемым и важным отвечать на какие-то вопросы. Помнишь ли ты эти вопросы? Что вы умеете делать? Понятно. И что ты умела делать на тот момент? Какая предшествовала опыт и карьера? Я сказала, что I can make things happen. К тому моменту координационный центр уже практически 10 лет существовал. Ну, 9 лет, да, к 2010 году. И представлял для тебя какой-то определенный имидж, какую-то определенную картинку, которую ты могла в своей голове сложить. А что ты тогда на тот момент о координационном центре думала? Какая у него была позиция? Какое впечатление от организации было? Ну, на самом деле, до того, как мне предложили присоединиться к команде координационного центра, я, если честно, о нем вообще ничего не думала. Потому что индустрия все-таки доменных имен, она была немножечко особняком. Она и сейчас стоит особняком, и она, в общем, не входила впрямую в ту сферу деятельности, которую я до координационного центра занимала. А придя в него, я, на самом деле, увидела очень дружную и очень профессиональную команду, которая была, с одной стороны, небольшая, с другой стороны, она была, ну, как-то очень воодушевлена решением вот тех задач, которые на тот момент стояли. Это было очень трогательно. А какие задачи на тот момент стояли перед тобой, вставили? А это был как раз период подготовки к запуску домена .RF, нашего национального домена с использованием символов русского языка. И вообще это была подготовка к запуску первых IDN-доменов, потому что .RF была первым из, одним из первых четырех. И в тот момент, ну, как бы принципиально процесс уже пошел, уже было понятно, что вот он дойдет до своего логического завершения, но как раз вот возникало достаточно много вопросов организационных. А что, а как, а каким образом, а какие правила, там, приоритетные регистрации, а как все это будет происходить, а как будет запускаться вот общая регистрация? Ну, как раз, собственно, в этот процесс я достаточно активно и включилась в тот момент. Координационный центр выбирал разные пути старта домена .RF. Их было там несколько вариантов, либо приоритетная регистрация по товарным знаком, либо вот голландский аукцион с понижением цены, либо, наоборот, с повышением цены. Вот эти были разные варианты. Принимал ли ты участие в выборе схемы запуска домена .RF? И если принимал, то, может быть, помнишь что-то? Приоритетная регистрация как таковая была заявлена и объявлена еще до моего, до того, как я присоединилась к команде КЦ. Другое дело, что по ходу вот пришлось вносить в нее коррективы. Очень хорошо помню звонок от Алексея Анатольевича Солдатова по поводу регистрации не товарных знаков, а наименований СМИ, когда начались злоупотребления этим положением. Вот как раз когда были зарегистрированы все эти смешные названия. Было тогда на ходу проведено совещание, было на ходу выработано решение о том, что мы все-таки предоставляем приоритет тем, кто зарегистрировал свое наименование до какой-то даты. Очень быстро мы проговорили с регистраторами, что мы вносим вот это изменение в очень короткие сроки, быстрее, чем положено по регламентам. Тем не менее, у нас нет выбора. В общем, как-то быстренько поправили. Какие твои были ощущения о том, какие перспективы будут у домена РФ? Насколько он выстроит, насколько он будет интересен пользователям на тот момент, на момент старта? И какое впечатление у тебя от домена РФ сейчас? Во что это вылилось и совпадает ли это с твоим тогдашним видением? В момент старта, в момент запуска ни у кого не было предположений, что он будет настолько успешным. Наш самый оптимистичный был прогноз 200 тысяч регистраций, а их было в первый месяц 500 и во второй до 700 дошло. Поэтому результат превзошел ожидания всех участников индустрии. Другое дело, что текущее состояние, текущий уровень, он мне кажется, в общем-то, справедливым. То есть он востребован и принят рынком примерно на том уровне, который мне кажется ожидаемым и разумным для сегодняшнего дня. Мог ли он быть более, не скажу, успешным? Могло ли быть там больше регистраций? Да, могло бы при определенных условиях, в том числе технологических. Я сейчас имею в виду универсальное принятие. Куда в этом плане координационный центр движется, какие есть инициативы и к чему вообще это может привести? По универсальным принятиям сейчас в широком смысле понимается возможность адекватной принятия и обработки всеми интернет-приложениями доменов нетрадиционных. То есть это либо домены, которые состоят из более чем трех символов, либо домены, которые используют символы национальных алфавитах, то есть не латинские буквы. При этом вот если просто количеством символов в доменном имени там попроще немножечко история, если это латинские буквы, но их там больше трех в домене, то проблема решается несколько проще. С использованием символов национальных языков ситуация сложнее. И на самом деле еще когда только-только появились, вот эти были делегированы первые четыре домена верхнего уровня на национальных языках, вот в том числе РФ, уже тогда появилась первая инициатива на эту тему. Не использовалось слово универсальное принятие, но использовалось название IDN Software Development Consortium. И была попытка собрать группу специалистов, которые бы встречались там время от времени и обсуждали бы, как именно сделать так, чтобы программное обеспечение адекватно воспринимало и взаимодействовало с этими доменами. Так получилось, что в этой группе было много заинтересованных регистратор, но мало представителей, собственно, разработчиков того программного обеспечения, которым эта вся проблема адресована. Прошло не меньше, наверное, пяти лет, прежде чем эта проблема универсального принятия, я имею в виду, стала активно обсуждаться внутри сообщества ICANN, внутри большой такой международной доменной индустрии. Но сейчас, слава богу, этой теме уделяется достаточное внимание, уделяется как у нас внутри страны, потому что на протяжении последних двух лет координационный центр ведет очень активную работу по продвижению универсального принятия, по продвижению самой идеи о необходимости поддержки IDN-доменов. С другой стороны, и на уровне международного сообщества, в общем, эта задача включена в одну из приоритетных задач ICANN на ближайшие пять лет, вот в их стратегическом операционном плане. Есть группы добровольцев из сообщества, которые этим занимаются, есть выделенные люди внутри самой организационной структуры ICANN, у которых эта задача стоит просто вот на уровне их операционной задачи. Есть бюджет определенный на это дело, поэтому буквально последние два-три года, наверное, на самом деле активно и всерьез более-менее занимаются этим вопросом на всех уровнях. До этого говорили, что надо, но дальше надо, в общем, дело не шло. Давай немножечко еще о домене.ру. Вот сейчас домен.ру занял определенную такую позицию и в количественном составе, да, там определенное количество миллионов доменов, да, и, в принципе, он уже практически не особо растет за прошедшие там пару лет. На твой взгляд, профессионалы в этой области, что может сподвигнуть и что может ключевого такого произойти на российском рынке, например, да, в российской экономике, чтобы вернуть темпы роста домена.ру, какие были там, например, 10 лет назад? Во-первых, сравнивать ситуацию сейчас и ситуацию 10 лет назад не очень корректно, потому что если 10 лет назад мы все-таки работали на рынке, который находился в стадии бурного развития, то сейчас мы работаем на рынке уже сформировавшемся, высоко конкурентном, рынке высоко насыщенном. И это просто разные стадии жизненного цикла продукта. Мы сейчас находимся на стадии вот его насыщения. Это в маркетинге еще иногда называют дойная корова. Вот, на мой взгляд, доменный имя как продукт сейчас находится именно в этой стадии, поэтому темпов роста там 10, 20, 30, 40 процентов в год ожидать не приходится. С другой стороны, доменный рынок, безусловно, показатель вообще состояния и темпов развития экономики. Если экономика в стране растет, если растет сектор особенно малого и среднего бизнеса и предпринимательства, то, безусловно, будет расти и доменная составляющая, поскольку мне кажется, что сама тема того, что присутствие в сети интернет необходимо для успеха не только крупного, но и небольшого бизнеса, а может быть даже еще больше необходимо для успеха небольшого бизнеса, предпринимательства и вообще каких-то наших даже некоммерческих инициатив. Эта идея, мне кажется, она уже достаточно хорошо укоренилась в мозгах и восприятии моих соотечественников, по крайней мере. Но вопрос о том, насколько просто сама бизнес-ситуация в стране способствует росту, возникновению новых и развитию, и успеха каких-то бизнес-инициатив, каких-то предпринимательских затеек, каких-то новых бизнесов – вот это, конечно, вопрос. – Скажи, пожалуйста, какие сейчас у Координационного центра, помимо проектов, связанных с универсальным принятием, какие-то действующие инициативы, какие-то проекты из тех, которые курируешь ты как заместитель директора? Поделись с общественностью. Если говорить вообще о том, как я бы сформулировала нашу главную цель в отношении доменов РУ и РФ, цель деятельности вообще Координационного центра, наша задача, чтобы домены РУ и РФ были первым выбором российских пользователей, когда они задумываются о создании своего интернет-представительства. Но для этого и РУ и и РФ должны восприниматься как продукт с определенными потребительскими характеристиками. Слава Богу, что у нас достаточно хорошая накопленная история, и домены воспринимаются как надежный, как известный, как однозначно ассоциируемый с Россией и Российской Федерацией. Немножко тут и национальной гордости подмешивается. И задача наша сейчас, во-первых, этот имидж поддержать, а во-вторых, добавить, мне кажется, еще вот в это исприятие, что домены эти воспринимаются в том числе как пространство безопасное. Поскольку тема киберпреступности, вообще каких-то злоупотреблений, нарушений в сети интернет, она все-таки относительно новая, или там 10-15 назад вопрос так остро не стоял. А сейчас одновременно с развитием сети, с развитием цифровых технологий, и технологии, безусловно, конечно, возрастает и интерес злоумышленников к этой теме, а, соответственно, пользователи, посетители сети чаще встречаются с какими-то правонарушениями, с какими-то мошенниками. И по большому счету наша задача сделать так, чтобы зона РУРФ в этом смысле были местом достаточно безопасным и по сути своей были таким, и воспринимались таким. То есть здесь нужно и предпринимать, с одной стороны, активные действия, направленные на уменьшение количества правонарушений с использованием доменов РУРФ, а, с другой стороны, и на какую-то пропаганду этой деятельности, для того, чтобы люди об этом знали. Ну, в идеальной картине мира, в идеальной, если этот интернет-магазин адресуется сайтом в домене РУ, значит, это надежный и безопасный интернет-магазин, в котором меня никогда не обманут, в котором можно смело покупать. Но это вот идеал, к которому мы стремимся. А на практике это как развитие уже выстроенных давно механизмов, так и выстраивание каких-то новых, в том числе сейчас, например, мы очень активно работаем с Министерством цифрового развития над тем, чтобы была дана возможность регистраторам доменных имен подключить свои информационные системы к единой системе идентификации и атомтификации, вот эта есть система, которая используется для госуслуг, для того, чтобы мы знали, что, например, если регистрировать домен, приходит пользователь, авторизованный с помощью этой системы, но это точно добропорядочный гражданин, это точно проверенные его данные, и, безусловно, зарегистрируемые им домены, наверное, заслуживают большего доверия. С другой стороны, конечно, это облегчит жизнь регистраторам, потому что им будет проще и управлять этими, и получать эти данные, и проверять их достоверность, и хранить, и так далее. Мы в начале нашей беседы говорили о впечатлении, которое на тебя произвел Координационный центр, когда ты только что сюда приехал, пришла на работу. Вот прошло больше 10 лет, как ты здесь, в Координационном центре, с нами. А изменилось ли это впечатление сейчас? Что для тебя сейчас, сам Координационный центр и его команда? Мне кажется, мы стали еще немножко более профессиональны. Удивительно, что за больше 10 лет, которые я здесь, и у меня много очень коллег, которые здесь либо больше меня, либо вроде бы на моей памяти пришли, но уже, если посмотреть, то тоже очень давно. Удивительно, что нам не надоело. Удивительно, что мы... Может быть, неудивительно, может быть, закономерно, потому что мы все время, у нас появляются какие-то новые задачи, проекты, инициативы, которые делают нашу жизнь интересной и увлекательной, и не дают нам заскучать и как-то погрузиться в море рутины ежедневной. И даже то, что вроде бы является ежедневной рутиной, все равно как-то так меняется быстро на глазах. И все время какие-то новые преподносят нам сюрпризы и ставят новые вопросы. Поэтому, наверное, мое восприятие Координационного центра сейчас – это все равно живой поток. Это все равно все время что-то новое, что-то интересное. Вот в год 20-летия Координационного центра, о котором ты так вот ярко рассказываешь, о том, что нам здесь здорово и интересно работать, что бы ты хотела пожелать нам в 20-летие, в 30-летие, в 40-летие и дальше? Я желаю, чтобы нам по-прежнему было не скучно, чтобы у нас были всегда новые яркие проблемы, чтобы у нас появлялись свежие идеи, чтобы у наших сотрудников было много сил и энергии для того, чтобы эти идеи осуществлять и реализовывать. Но мне кажется, что поскольку за цифровыми технологиями все равно будущее, то какие бы апокалиптические картины не рисовали доменным именам как средства адресации, как бы не изменялись технологии, ну, собственно, адресации в сети интернет, все равно нам будет чем себя занять. Спасибо, Ирина. Это был Координационный центр Ирина Данелия. Оставайтесь с нами. Счастливо. 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 Счастливо.